Ну что, давайте знакомиться. Ну, наверное, начну я с себя. Или как вы, как инициатор, давайте вы, наверное, начали представить. Нет, это самое. Смотрите, я чего хотел узнать. Как вас занесло выкосить? Выкосить я попал через Кибальненького Сергея Владимировича. Вот. По приглашению его. Ну, это я понимаю. Да, это известно. А вы туда зачем пришли? Сам я пришел, получается, ну, зарегистрироваться. Также вносить свои идеи, которые, допустим, у меня есть. И также фиксировать. То есть на вашей сети, то есть на экосете гораздо удобно проводить также ЭСКВ-матрицу. То есть об изобретении описания. Подождите, подождите. Вот про ЭСКВ-матрицу. Значит, вы говорите, что там удобнее ее проводить? Ну да, если это нужно кому-то продемонстрировать также, чтобы именно не нужно было Word как бы пересылать другим людям. И гораздо проще как бы отправить ссылку на ЭКО-сеть, чтобы они также просмотрели уже как бы через нее. Так, а вы уже пробовали это делать? Да, я уже, получается, зарегистрировался на ЭКО-сети. Также составил там свою матрицу небольшую. Вот. Это как пробная. А можете мне сейчас на экране показать? На экране? Ну сейчас мне тогда нужно будет зайти на ЭКО-сеть тогда. Ну да. Сначала надо включить демонстрацию экрана. Ну да, сейчас я... Так, демонстрация экрана. Нужно подтверждение организатора, так как вы организатор. Разрешение на демонстрацию экрана. А где его давать? Так, у вас должно быть высветиться. Или же там демонстрация экрана. Разрешить там всем. А, сейчас посмотрим. Вот так, наверное, получилось? Да? Да, как раз. Ага. Вот. Все. Получается вот. Видно, да? То есть я уже перешил на ЭКО-сеть. Сво личный кабинет. Да, понятно. Вот. Я как бы только еще на стадии изучения в то же время. Вот. Вашей сети. Потому что, ну как бы, не все успеваю. Как говорится, работы много. Да, это понятно. А где СКВ-матрица? Так. Так, так, так. Это в моей кассете. Так. Мой результат интеллектуальной деятельности. Здесь она находится. Вот. Ключевые сова, как говорится. Определение, анализ. Вот. Но я еще и не до конца сделаю, так как это только новое, как бы, изобретение. Еще на стадии разработки. И до конца еще СКВ невозможно это делать. Ага. Понятно. Ну вот, что, я уже доволен, да. Вот. Как мы здесь все, как говорится, понятно, удобно. Даже дополнительно, вот в синтезе, что удобно. Как сделать то, что вы именно, идет вопрос, как сделать, какие ресурсы будут использованы, когда именно будет создано это изобретение, и кто, то есть, возьмет это изобретение, ну, допустим, себе. Или кому оно нравится. Правильно же? Понятно. Спасибо. Спасибо. Вот. А там у вас какие-то, я видел видео, это что за видео? Видео я не добавлял, оно просто, когда заходишь в свой личный кабинет, оно, то есть, не открывается. То есть, просто пустышка, как говорится. А, пустышка. Скорее всего, да, это пустышки. Здесь надо будет, скорее всего, новые. Что мне еще нравится здесь, здесь идет, где там, моя кассеть. То есть, у вас здесь именно взаимосвязи. Подождите, подождите секундочку. Вы сейчас можете вот это расставить, так как вам удобно. А потом внизу слева есть кнопочка запомнить расстановку. Ага. Ну, я вот это делал как раз, просто сейчас оно как этот. Нет, вот вы расставьте, а потом запомните сразу. Так, а где именно там запомнить? Слева внизу надо прокрутить в самый низ. Не-не-не, это прокрутить. Вот слева у нас полоса прокрутки. Слева меню, видите? Ага. Да. Вот, сохрани расстановку. А, ну все, хорошо. Я просто не знал, как. Вот. Ну, у нас тут много чего есть. Ну, да, я заметил. То есть, получается, вот. Как мне удобно было, я вот сделал уже. Немножко оно снеслось, как говорится, чтобы именно видеть. То есть, вот это вот как раз и идет удобно чем-то, что здесь видно взаимосвязи. То есть, люди, кто участник, как раз у вас идет в эко-сети. Вот. И что они, какие идеи свои предлагают. Не забывайте нажать на сохранить. Вот. Пока вот получается. Ну, а теперь нажмите на меня правой кнопочкой. На вас правая кнопочка. Ага. То есть, это уже перешел я на ваш. И можете нажать на зелененькую эко-сеть. Эко-сеть. Это ваша расставка как раз идет, да? Да. Но я обычно держу там вот внизу, слева в меню, там есть текст, выключить его. Так, сейчас. Так, внизу в меню? Да, в меню там где-то есть текст. Вот. Вот. Я вот так обычно пользуюсь. Дело в том, что когда вы наводите на эти, ну, значки, то там всплывает все, что там написано. Ага. Понятно, да? Да. Это очень удобно. Да, весьма очень удобно. И гораздо более. Даже показывает, как древо получается. Вот ваша вот эта эко-сеть. Это своеобразное древо с корнями и ветвями. И листьями. Ну, точнее, все-таки это не дерево, а это все-таки сеть. Ну, да. Это сеть. Ну, вот, хорошо. Ладно. Я очень доволен. Мне дал. А можете вы немножко рассказать, как эту СКВ-матрицу делать? Потому что я никак не въеду, что там придумывать и больников. Как вообще, ну, со СКВ-матрицей. Ну, откроете снова вот эту вот картину. Ну, да, сейчас. Так, мой результат интеллектуальной деятельности. Вот. Как мы, ну, каждый по-своему, как говорится, по-своему пользуется именно СКВ-матрицей, как он ее понимает. В то же время есть понятное объяснение. То, что идет через ключевые слова. То есть основное наше. Это вот здесь вот представлены ключевые слова. Мы выписываем то, что именно относится к нашему изобретению именно в кратком описании. То есть вы сами это придумывали, да? Да. То есть это все я сам самостоятельно то, что именно написал, придумал, все это вношу. И вдобавок через эти ключевые слова можно найти схожие ключевые слова. То есть схожие изобретения. В смысле, а где это можно найти? Это можно найти, допустим, через тот же Яндекс.Алиса использование как помощника. Она может не сказать, то есть что обозначение этого слова, а может найти что-то похожее, допустим. Либо же просто через поисковик какой-нибудь. То есть тот же Яндекс. Можно воспользоваться как бы так. Хорошо. В первый этап человек, который делает СКВ-матрицу, он придумывает эти слова. Ну, идет через ключевые слова, да. То есть либо он уже готовый, составляет описание изобретения, и в последующем из этого описания вставляет именно то, что относится в его изобретение ключевых слов. Далее, там, то есть взаимодействие такое идет, то что мы как бы и определение свое вносим уже во второй столбик, то что это наше идет. И третье, это уже идет анализ. Анализ через ключевые слова, это как операция такая происходит. Как бы мы уже анализируем, что есть. Вот, допустим, у меня здесь описано, как говорится, искусственный интеллект, своеобразный такой. И он идет в необычной форме. И именно на него нету именно программного кода и описания. И он еще, как бы, на стадии, говорится, ранней разработки. Что есть схожего? Допустим, вот я написал определение здесь и нашел схожее. То есть по ключевым словам. То есть у нас именно из известных таких искусственных интеллектов или же голосовых помощников, которые приближенные, это идут вот как раз Яндекс.Алиса. от Apple'а Siri программа. Вот, это основные такие два, как бы, более популярных и более используемых программ. Кстати, у меня дочка этой Siri пользуется. Да, это, кстати, Siri. И, что заметно, она гораздо немножко более получше используется, то есть если на англоязычном, то есть его используют постоянно, потому что они сами программируют больше под себя. Вот. И он, как бы, немного получше в нем производится поисковой обмен. То есть мое изобретение, оно относится к тому разряду, то, что оно будет упрощать нам поиск схожих изобретений или созданных кем-то уже давно забытых изобретений под нынешнюю проблему. То есть, допустим, сложно, допустим, сейчас вот. Есть какая-нибудь, допустим, проблема, а кто-то ее уже создал, описал в книге, а мы не можем ее уже найти. Допустим. Правильно? Вот. Именно уже новое поколение, когда идет, и создание новых изобретений, мы начинаем фиксацию в онлайн какой-нибудь платформе создавать, образно говоря. То есть я описываю именно свое изобретение. и там уже более, как говорится, быстрый доступ и то есть моментальные решения. Выключайте демонстрацию, чтобы будем друг на дружку смотреть. Так, 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 так. Я понял, что я понял. Я понял, что вам практически полезно. И что именно полезно, это я понял. Вот. Ну да. Ну, теперь давайте чуть-чуть познакомимся. Можете меня спрашивать, что вам интересно. Так, ну хорошо. Давайте так. Я о вас еще мало знаю, как бы. Но основное вот из Эко-сети. Как вы пришли к созданию именно Эко-сети? Значит, я свой первый кооператив создал в 87-м году. И довольно быстро столкнулся с тем, что есть недобросовестные партнеры. И мне, конечно, захотелось как-то от этого защититься. Ну и первое, что пришло на ум, и это не мне пришло на ум, это черный список, правильно? Ну да. Ну да. Ну и вот с 87-го года же много уже прошло времени, правда? Да. И вот эта идея о том, что вот недобросовестные партнеры, что с ними делать, она постепенно трансформировалась, трансформировалась. Я пришел к такой модели, что надо просто делать сообщество хороших людей, и тогда этой проблемы просто не будет. Да, с этим я согласен. Вот. Второй источник – это мое недовольство существующей ситуации в мире. Ну вообще в глобальном смысле, в локальном смысле, в каждой отдельной стране, в том месте, где я живу, да? И так далее. Недоволен я. Вот. К чему жизнь привела, да? То есть я тут не участвую, оно как-то к этому все пришло, да? И мои попытки переделать это показали мне, что все существующие способы это изменить не дают результат. И тогда я стал думать, что же предпринять. Я сказал себе, давайте сделаем действующую модель социума, который живет под другим правилам. Под тем правилам, которых в обычном социуме, вот в этом реальном социуме, их там нет. Видимо, дело в этих правилах, потому что из-за того, что правила плохие, мы имеем то, что мы имеем. Мы имеем вот этих вот политиков этих, этих вот ученых, академии всяких наук там, да? И так далее, и так далее, уничтожение природы, и изобразие просто там такие, и переполненные тюрьмы, и непрерывные войны, да? Да, и как раз то, что запрещенные изобретения. Ну и вот это да, вот то, что, так сказать, рушит интересы некоторых людей, оно не находит себе дорогу. Вот. Да. И вот, значит, это самое. Я подумал, что будет мне доступно, то есть я ничего такого никогда не делаю, чтобы там Путин там какое-то решение принял, тогда все получится. Или еще кто-то принял, да? Или кто-то там поумнеет, какой-то приказ издаст. Это все не работает. Не работают революции, не работают заговоры всякие. Это все не работает. Вот. Я решил просто сделать сообщество, которое само себе выработает правила жизни, и по ним будет жить, и все. Вот это я. Ну вот. Третье, что у меня еще есть, и не только, конечно, у меня, мне нужно найти жену. И поскольку я давно этим занимаюсь, и не первый год я уже живу, да, я вижу, насколько это трудная задача. И она решается очень хреново. Результат плохой. Статистика показывает, что минимум 80% разводов. А если представить себе, что какая-то фабрика дает 80% бракованной продукции, то она даже два дня не проживет, правда? Да. Вот. Поэтому не годится это все. Социальные механизмы не работают. Поэтому... Они полноценно нарушены, да. Что нарушено? Полноценно нарушены все вот эти механизмы. Вот. И поэтому Экосеть – это место, где можно найти подходящего партнера для всего. Не только для там какой-нибудь конструкции, сочинителя, еще чего-нибудь. Ну да. А для всего. В том числе и для создания семьи. И для образования. И для повеселиться. И для всего. Понятно? То есть вообще. Ну вот так примерно. Понял. Вот. Ну, в принципе, да. Есть как раз то, что я... Вы мне сейчас рассказали частичку, крупицу из своего, как говорится, изобретения, которое уже давно как бы разрабатывают. Потому что везде потихоньку замечаю людей. То есть как бы знакомясь с людьми разными. Я замечаю каждый из них уже как бы недовольным тем, что как бы сейчас нынешне происходит. Ну, вообще ситуация по всему миру. И они начинают предпринимать определенные действия. То есть самостоятельно. Но самое сложное, что именно находится, это найти именно такого же человека, который начинает понимать. Именно начинает понимать. Именно то, что действительно он с открытыми взорами видит ситуацию наяву. То, что это действительно происходит коллапс. С этими людьми, которые вот там много чего предпринимают, у них есть одна проблема. Каждый предпринимает свое и поступиться им не то, что не хочет. Он просто не в состоянии поступить. Ну, как бы войти в какой-то компромисс или в какую-то кооперацию. мы не можем. Я говорю мы, потому что я себя туда включаю. Так, о чем я тут выскочила, я не понял. Алло. Да-да, я здесь. Наверное, свернулось. Я что-то нажал. Ага. Ну вот. Поэтому они не готовы ни к чему присоединиться. Каждый копает свою отдельную траншею. И большинство из них, я бы сказал, даже не большинство, а 100%, все, кроме этой сети. Ихние траншеи, они все тупиковые. Потому что у них там все устроено на как бы ложных предпосылках. Фундамент кривой. Некоторые там идут в сторону сделать революцию. Некоторые идут в сторону создать политическую партию и потом тоже захватить власть. Да? Нет, это бесполезные шаги, потому что если есть укрепленные уже с корнем власть, ее сложно же искоренить такой же. Сложно довольно. Проблема не в этом. Когда они захватят власть, цикл снова придет к тому же. Повторение. Конечно. А все революции приводили к тому, что было, только еще хуже. Ну вот у нас. Последняя наша перестройка, она же намного хуже сделала, чем было. Да? Ну вот. И даже тоже Украину можно взять за основу, где сделана та же революция и они сами же себе ухудшились состояние. Как бы живой пример. Да. Еще более приближенный. Поэтому не во все эти штуки я не играю, а они не способны никого слышать, кроме своей идеи. Вот и все. я поэтому вот. Теперь смотрите, чувак. И в этом смысле очень большая нужда есть в придумывании алгоритмов, которые не существуют. Ну, у нас, в ЭКО-сети. Я вам сейчас их быстренько назову. Их пока что потребность возникла в пяти алгоритмах. и все они еще не сделаны. Первый алгоритм это прием новых участников. То есть, мне лично хочется, чтобы кто попал и не вступал. Но при этом держать дверь открытой для любого человека. Понятно, да? Да. Вот. Мы обсуждали с Васяниным это долго и пришли к тому, чтобы дать работу вступающим. Если работу выполнил, то все, принимаем. И никто не оценивает. Хороший человек, плохой человек. Это все фигня. Работа очень простая. Найти трех участников ЭКО-сети и записать с ними вот такие видео, как у нас с вами. Вот сейчас. Если новичок проявил активность, нашел этих людей, записал с ними, разговор выложил на YouTube, три человека найти и с тремя записать. Я придумал и мы с Васяниным это в прошлом году обсудили. Угадайте с трех раз, сколько человек это выполнили. То есть получается вы уже со всеми кто зарегистрировался уже проговорили получается. Нет. Нет. были люди, которые были просто зарегистрированы раньше. И этого алгоритма еще тогда не было. Понятно, да? Да. И вот вы пришли ЭКО-сеть, вы же не сделали три разговора, правда? Ну да. А знаете почему? Потому что алгоритм приема новых участников, он не утвержден. Он не превращен в закон. А знаете почему не превращен? и тут вступает и тут нам нужно второй алгоритм. В ЭКО-сети нужен алгоритм принятия решений. Понятно, да? Да. Существующие алгоритмы, как мы уже договорились, они не годятся. Все эти парламенты, комиссии, все фигня. Понятно, да? Да. Вот это второй алгоритм. А этот алгоритм невозможен до тех пор, пока у нас не работает алгоритм вычисления репутации. Только на основе работающего алгоритма вычисления репутации можно принимать качественное решение. Сначала нужно алгоритм вычисления репутации создать, а мы его уже создали. Теперь Васянин его вот в настоящее время программирует. Дальше нужно его начать эксплуатировать, я думаю, год или два. И когда он начнет приносить результаты, то есть репутация станет проявляться, тогда можно думать об алгоритме принятия решений. Четвертый алгоритм это алгоритм эффективной коммуникации, но это фактически не алгоритм, это культура. Алгоритм я написал, никто им не пользуется. Он очень простой, там несколько пунктиков самых простых. И какой у нас пятый этап? А, шести рукопожателем. Вот. Ну, то есть идея какая? Я публикую некоторые вопросы, ну, вот в моем этом круге, да? Вот видели мою экосеть, да? Да, да, да. Я не могу это рассылать кому попало. Я публикую в каком-то из своих дел, или во всех делах, да? И все участники этих дел получают уповещение. Григорий Олегович чего-то там спросил. И дальше они с этим делают что хотят. А я там, например, спрашиваю, слушайте, мне нужно найти вот такого человека, который то-то, 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 да? А не знаете ли вы такого? И там два решения. Человек говорит, я не знаю. А даже три. Если он знает, он мне его рекомендует, или меня ему, да? И третий вариант. Он не знает, но думает, что такой-то человек может знать. Он ему посылает мой вопрос. Понятно? Да. Ну вот все. Пока больше ничего не придумали. Понятно, да. это весьма очень хорошая, говорится, идея. Это как раз вот то, что вы говорили. Качество каждого, образно говоря, человека, зарегистрировавшего на экосети, тот, который именно открытый человек, не обманывает, он у нас образно говоря, остается в экосети, который не обманывает людей и действует честно и открыто. Вот. И вдобавок идет рейтинг, образно говоря, участников, допустим, по их сферам деятельности, в которых они как раз себя проявляют. То есть, допустим, пускай один будет консультант, второй тоже будет консультант, но у них рейтинг будет, допустим, разный, потому что один гораздо больше консультирует, гораздо лучше консультирует людей, хоть он и меньше знает, но он лучше консультирует людей, чем тот, кто вроде много знает, а правильно дать ответ человеку он не может. Вот. Значит, это самое, мы не используем слова рейтинг, мы, ну, это аналог, конечно, но мы используем слова репутация, но с репутацией такая фигня, репутация может быть вообще такая общечеловеческая, а может быть специализирована, то есть какая-то профессиональная, например, она может даже и двух, две шкалы быть, и как деятельности, и как самого человека. Да, да, вот. На долгаритм вычисления репутации мы с одним человеком из Франции работали 4 месяца в режиме каждый день по одному часу, вот встречались вот так нос к носу и работали, прямо интенсивно 4 месяца. Теперь мы с Васянином этот алгоритм приспособили, у него там есть ограничения, у Васянина по реализации, поэтому пришлось кое-что отбросить, и сейчас Васянин это программирует. И даже он уже сказал, давайте обсуждать алгоритм принятия решений. Я согласился, хотя понимаю, что работать такой алгоритм может только тогда, после того, как уже репутация, механизм вычисления репутации работает. Да, с этим я согласен, потому что если не будет он работать, как бы сложно будет уже принимать те же решения, если решение начнет приниматься без репутации, это, образно говоря, выбор с интеллектуальной деятельности в ноль. и поэтому непонятно кому и как принимать. В общем, там конь не валялся. Ну вот, пожалуй, про это все хватит уже. Давайте на что-нибудь другое переключимся. Так, ну, насчет эко-сети мне все в принципе уже как понятно. Я более обширно от вас узнал это. Давайте, может, у вас вопрос как раз есть. Ну, меня интересует, чем вы зарабатываете деньги? А, ну, чем я зарабатываю? Ну, я работаю на Сергея Владимировича Кибальникова, на его, как говорится, организацию, вот, ООО-изобретатель. Тестирую сайт его, получается, ООО-изобретатель. Ну, и так же сам создаю свои изобретения. Ну, то есть он у вас работодатель? Да, он мой работодатель. Угу, угу. Ну, а образование какое? У меня образование средне-специальное, выучился на технико-связиста, но выше мне не удалось закончить, так как второе, как говорится, ну, отсрочка от армии не гарантируется. Два курса отучился, получается, потом пробовал как-то от армии продлить, чтобы они меня не трогали. В итоге так и не удалось, задолженности накопил, и так пришлось уйти в армию. Вот, то есть высшей не удалось получить пока. Но из-за пандемии пока не получилось заново, то есть восстанавливаться на высшее образование, но планируется. Понятно, понятно. А семейное положение? да, хост, как говорится. И получается, как говорится, сейчас в основном большую часть уделяю работе, потому что это нужно, ну, взрослая жизнь, как говорится, идет уже 24 года, вот, и как бы надо задумываться в своей как бы квартире, чтобы себе же приобрести в то же время, и то, что семья в будущем будет, как бы тоже по-правильному надо все планировать, как мужчина должен все заранее знать, что и как будет наперед. Ну да. Значит, вы в Москве же живете, да? В Московской области. Да, понятно. Вот, значит, я заметил в вашей речи, непрерывное слово как бы. Кибальникова оно тоже есть, и вообще у всех москвичей оно просто тотально. То есть, редкий москвич, такой какой-то высококультурный, который за этим следит, он его не употребляет. И беда в том, что это получается, что человек, он как бы все это делает. Ну, как бы ходил, как бы записался, как бы покушал, как бы поспал, да? И получается, что он фиктивно живет. И это в речи отражает. Понятно, да? хорошее. Я об этом не знал, и мне это будет даже полезно. Да, это всем полезно. У меня сын такой, я когда с ним вот так разговариваю, я говорю, Леш, давай я буду делать вот так. Когда он говорит, я непрерывно сижу и вот так делаю. он сказал, как бы я раз, он сказал, как бы я пять раз, он где? Он сам не стоит. как бы даже я так понял, это относится даже как психологически к человеку, что он к его действиям. То есть, если я правильно понял, да? Верно. Да. Вот это исключительно московский мегаполис. Я так понимаю, это болезнь мегаполиса. и это действительно, на мой взгляд, болезнь массовая. У меня раньше не было. Я года четыре как здесь вроде получается здесь живу четыре года переехал и только сейчас начал замечать, что есть сова паразиты. Вот в Петербурге это тоже часто встречается, но значительно меньше, чем в Москве. Вот это мои наблюдения. В других городах это очень редко. а я очень же много общаюсь с людьми везде. Вот поэтому я считаю, что это исключительно болезнь мегаполиса. Вот этого сумасшедшего Бавилона. Ну ладно, может ко мне есть вопросы задайте. Пока у меня больше нет вопросов и мне все более понятно насчет эко-сети. Если какие-нибудь вопросы возникнут, я скорее у вас спрошу в соцсети так же, как заметил, вы везде уже зарегистрированы, то есть там у вас и ВКонтакте есть и там другие мессенджеры. Гугли хорошо используют. В Гугле у меня сложно, то что там почта иногда с оповещением иногда без приходит и порой много сообщений приходит и я не сразу вижу. Я гораздо проще на Телеграме как говорится все это фиксирую. Большую часть в Телеграме есть и в Дискорде есть и в Ватсапе есть где только меня нет. Это у вас очень более обширная получается деятельность Дискорда у меня тоже это я с друзьями. Дискорда это большая часть идет то что это у друзей они как часто играют в видеоигры и они через нее как бы стараются общаться друг с другом и когда мне нужно с ними связаться а мы в Дискорде болтаем тут играем ну ладно давайте я к вам подключусь просто поболтаем узнаю что они включают демонстрации экрана я смотрю как они играют так же с ней получается сам редко захожу Дискорде я не могу переименовать моего собеседника а там не имена там ники да 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 там именно ники и все это и тому подобное да такая же проблема в этом ватсапе нужно идти в телефон и там менять а я телеграме вот удобно то что можно так как назвал он более удобный потому что это что-то такое ну как вконтакте только переделанный под мессендж именно вот такой ну ладно я рад знакомству Юрий спасибо да вам тоже спасибо рад был пообщаться вы мне немного подсказали насчет вот слова как бы тоже как бы плюсом потому что я как бы интересуюсь в то же время надо психологией за последние полминуты ну да вот эти слова паразиты очень сильно влияют как говорится на психологию человека тоже результат жизни ладно все спасибо до свидания да спасибо всего доброго